РПЛ вернулась. Какие у вас впечатления по первому московскому матчу? Ну, давайте тогда в целом по РПЛ. Очень рад, что РПЛ вернулась. Долго ждали, обсуждали с вами. Вчера был шикарный матч, шикарная атмосфера. Несмотря на пятницу, вечер, хорошая аудитория, боевой матч. Сегодня матч боевой, но все вы видели, что, к сожалению, посещаемость точно не та, что должна соответствовать футбольному фугу «Спартак» Москва. Но, тем не менее, если уж мы затронули тему фан-иде, система готова, система работает технически. Гораздо лучше даже, чем в начале, когда первые пять стадионов тестировали. Но наша общая задача, чтобы все-таки болельщики вернулись на стадион, значит, надо делать еще лучше, убеждать их. Потому что я говорил в прошлый раз, футбол, прежде всего, для болельщиков. И видеть картину, когда 4 тысячи, чуть больше на матч, чем на «Спартак». И не важно, какого. Не то, что нам хотелось. Грустная картина, но, тем не менее, надо двигаться вперед. Я надеюсь, что это такая нижняя точка, от которой мы оттолкнемся. И все вместе, и клубы, и лига сделаем так, чтобы вернуть посещаемость, которая достойная клуба вернула. Друзья, в небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из «Бэтсити». У «Бэтсити» высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении «Бэтсити» вас ждут тысячи спортивных трансляций. Бегом в закрепленный комментарий, а мы продолжаем. Говорилось про то, что РПЛ запустит программу «Лояльность» или «Прощение». Да, вот мы уже запустили, как она будет действовать, может быть? Коллеги, можно все прочитать. Это программа, нацелена на то, чтобы стимулировать болельщику ходить на стадион. Мы благодарны нашим партнерам. Винлайнка поддерживают ее и приготовили отличные призы. Это один из инструментов, который должен привести к тому, чтобы болельщики вернутся. Но, наверное, не самый главный. Поэтому, чем больше будет таких программ, тем лучше. Хуже от этих программ точно кому-нибудь. Такая картинка, как сейчас на «Спартаке», мало болельщиков, полупустые трибуны. Она не бьет по имиджу лиги? Ну, конечно, бьет по имиджу лиги, по имиджу клуба, по имиджу футбола. И я с этого и начал, что это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Поэтому посыпать голову пеплом мы точно не будем. Картина неприятная, печальная. Надо сделать все так, чтобы в ближайшее время она изменилась в корне. Как ее исправлять? Я немножко вернусь. Во-первых, давайте не делать выводы по первому матчу в Москве. Любая система требует времени для настройки. Картина в Воронеже была бы вчера принципиально иной. Посмотрим, что будет дальше. Будем делать все, чтобы убедить болельщиков в Москве. В Воронеже обещаемость была 10 тысяч, при среднем 15 до Фанайди. Тоже уменьшение примерно на 50%. Не нужно уменьшение, но это была пятница. Первый матч погоды. Я не хочу сейчас делать выводы после двух матчей. Давайте посмотрим. А как еще можно стимулировать болельщиков разыгрывать квартиры, автомобили, денежные призы какие-то? Что еще нужно, чтобы людей привлечь? Значит, нужно еще проще объяснять людям, что оформить Фанайди сейчас совсем не сложно. Это занимает не так много времени. Оформив Фанайди, ты один раз потратил время, силы и больше про этот вопрос забыл. Значит, надо им объяснять это. А бонусы какие еще возможны? Там бесплатные парковки в центре. Занимаемся, занимаемся, коллеги. Будем и по Москве отрабатываем варианты. Еще раз пользуюсь случаем. Шикарный матч. Наверное, тому же Спартаку не хватило поддержки болельщиков. Сборный клуб потерял деньги. Болельщики остались дома. Но точно никому не нужно. Я не хочу быть каким-то агитатором. Но надо всем нам поставить цель, чтобы болельщик вернулся на стадион. И бойкот ни к чему хорошему не приводит, Сергей. Планировался круглый стол? Я не вред пишу, у меня так круглый стол. Круглый стол планировался? Когда он пройдет? Круглый стол планировался определенными органами. Планировалось сделать накануне старта. Сейчас уже круглый стол, как мне кажется, смысла у меня нет. Сейчас надо настраивать систему и вести диалог с болельщиками. Всем вместе еще раз. И клубом, и лигой, и всем ведомством. Но эта картина никому не нужна. Я не буду называть. Это не то, что должно быть на ФЛ. Но вы действительно думаете, что посещаемость увеличится? Я уверен в этом. Уверен, что... Еще раз. Наверное, сегодня нижняя точка. Я ниже видеть точно не хочу. От этой точки нужно оттолкнуться и идти вперед. Еще раз. Система работает технически. Технически, да. Я же был на первом матче в Екатеринбурге, который был самый первый матч в Фанайди. Там были действительно сбои, сложности. Сегодня, по статистике, было не так много обращений в группу. Вся система технически работает. Однолетчик пока не в том количестве, которое мы ждем, пришел на стыд дело. А почему не нужен круглый стол? У клубов же до сих пор есть проблемы. Например, в музей Спартака. Тут же не попасть в день Фанайди, если у тебя нет Фанайди. И раньше, чем за два часа до матча. С клубами Фанайди непонятные ситуации. Круглый стол возможно понадобится. Можно называть как угодно. Круглый стол совещания. Это не так принципиально. Главное суть. Я думаю, что сейчас по итогам первых трех туров будет понятно, какие сложности. Как новая система. Любая новая система требует времени на адаптацию, на привыкание. Нужно посмотреть. Соберем мнение всех клубов. Мы, в принципе, ежедневно делаем. Потом будем инициировать. Потому что клубы, наверное, как никто, и руководители клуба знают, как сделать так, чтобы болельщик удобнее. И чтобы болельщик вернулся на стадион. Сейчас проведем анализ по первым турам. Посмотрим, сделаем предложение. Выведем их на тот уровень, где принимаются решения. На ваш взгляд, есть один человек, который все это придумал? Кому должны быть благодарны все непришедшие болельщики? Я не знаю, кто это один придумал. То есть это группа людей? Давайте так. Я буду повторять это как мантру. Я, знаете, в классе читаю Уголовный кодекс. Это моя слава. Я читаю законодательство. Кто это придумал? Кто первый инициировал? Для меня это не так важно. Я знаю, что это закон. Его надо исполнять. Но в любых законах есть, первое, а, время на адаптацию и на привыкание. А второе, любой закон тоже можно улучшить. Это не какая-то догма. Всегда можно доработать. Наверное, все вместе, кто придумывал, кто реализовывал, кто сейчас с этим работает, надо сделать так. Но вот это точно никому не радует глаз. Да, но всегда любой закон принимается, чтобы стало лучше, в том числе болельщикам. Кому от этого закона стало лучше? Я не буду комментировать закон, Сергей Александрович. Давайте даже не провоцировать на это. Еще раз. Закон есть, надо его исполнять. Дрители должны быть на трибунах. Наша общая задача их вернуть. Вот я буду это повторять и еще раз. Бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит. Можно сидеть, бэкотировать. Но как никогда, коллега, клубу нужна помощь. Клубы теряют деньги. Ну, давайте. Всем надо, чтобы болельщики вернулись на стадион. И я всех еще раз призываю, коллеги. Ну, действительно, один раз потратить время, оформить фанаты. Мы больше разговариваем об этом. Мы больше тратим на это время, силы, нервы. Но вы же все оформили. Пришлось. Пришлось, да. Но мне тоже пришлось. Тоже пошел. Надо выйти на досмотр. Пройти эти рамки. Ну, ничего страшного. Для меня футбол важнее. Я вот люблю футбол. Я хочу смотреть футбол. И такие же болельщики все. Можно, конечно, смотреть в спину в баре. Но хочется же смотреть на стадионе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок